всем привет мои хорошие у меня поздняя-поздняя ночь и я вот отвечаю на ваши вопросики такс такс смотрю канал студия грива с кристины хромойкина она показывает там как ухаживать за наращенными волосами интересно как ухаживаете за волосами благодарю написал татьяна воронкова татьяна особого ухода у меня нет мою обычным шампунем тем же чем было до наращивания использую маску для волос пользуюсь феном пользуюсь утюжком конечно утюжком я по капсулам не прохожу феном тоже очень близко волосы не сушил в принципе мы все знаем что горячий воздух очень близко нежелательно корнем ваших волосам вот все это я делаю расчесываю волосы постоянно где несколько раз я расчесываю очень часто делаю косу чтобы они не запутывались ночью спать ложусь только собранными волосами с косичкой ни разу не ложилась и никому не завидуя ложится если у вас наращенные волосы с распущенным потому что потом вы колтунов принципе вот весь уход помыла мою волосы где-то раза три потому что длинные сложно промыть и я пользуюсь лаком мой короткий постоянно вылезает мне приходится лаком вот это все успокаивать чтобы не вылезала разные стороны вот что вот это все смыть я где-то раза три мою волос шампунем потом на четвертый раз маску смываю вот так в принципе чаще всего я стараюсь чтобы волос высох сам но это очень долго это где-то сутки проходит вот новым феном могу посушить утюжком выровнять вот это вот место как-то так побольше расчет врачу свои специальная расческа мне специальная расческа для на наращенных волос она мне принципе раньше было раньше было до наращивания и пользовалась сейчас она мне очень пригодилась вот и весь уход у меня прошло уже два месяца да как раз кстати ровно два места никаких колтунов ничего у меня нет за все время у меня выпало две капсулы то это дети мои меня так дернули за волосы что вот они вытернули мне две капсулы волосы сильно не падает но но есть но при наращивание волосы я об этом расскажу в отдельном так про домашние угры свекрови спрашивает просят в церкви попрошу и обязательно чтобы она еще раз показала как его готовит как-то раз на канале моем показывал наверное где-то затиралась видео как вы привели себя форму может спорт питание или недосып сколько во сколько вы ложитесь спать сколько вы спите часто ли просыпаетесь ночью или спите днем спасибо написала кристина холодная специально ничего не делаю говорю сразу я думала честно сказать что мне придется сесть на диету скинуть пару килограмм в принципе для и до родов знала что жирная корова после рода и она не останусь но лишние пару килограмм может останутся вот их придется убрать думала так но они тоже ушли сами по себе может быть потому что я постоянно смотрю за двумя детьми все-таки двое детей вот два маленьких малыша это постоянное движение у тебя нет возможности спокойно полежать я каждый раз когда снимаю видео я на диване или прилегла или сижу на диване я выбираю такие моменты когда дети спокойно чтобы я могла свою пятую точку посадить хотя бы на диван а так что-то где-то обязательно делаешь 1 помыла накормила умыла поигралась кушать приготовила уложила спать переодела со вторым все то же самое делаешь и получается у тебя практически нет времени на что ты целый день вот так вот что-то 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 делаешь поэтому как-то нет ничего специального я не делала про сон ночью я просыпаюсь часто потому что то один ребенок проснется то второй ребенок проснется дети у меня спят разных комнатах дочь спит со мной сын спит детской приходит мне из комнаты в комнату убежать просыпаюсь и получается часто если сын проснулся его нужно укачивать на руках это минут 15 20 бывает и 30 минут вот сон у меня вот сейчас например час ночи я вот с вами беседую сплю я мало днем я не сплю практически очень редко можно сказать раз раза два наверно мне удалось за все время которые здесь сейчас в турции лечь спать днем не получать поспать так здесь опять вопрос как вам удается сохранить хорошую форму но у меня гены я все время об этом говорю ген ген гены все-таки играет большую роль доброе время суток хотим и здоровье вам и вашим близким мой вопрос с мамой часто общается наверняка она скучает по вам с мамой часто общаюсь практически каждый день ну через день точно по видеосвязи общаемся привет этим интересно в турции как у нас в россии получаете питание детка молочка молочной кухне привет такого нет здесь здесь приносит единственное вот молоко мне приносит сколько 8 8 16 упаковок 16 литров молока приносит мне вот молоко только приносите все атаку больше ничего по моему не выдают так на этом я закруглюсь очередную часть заканчиваю всем пока мои хорошие надеюсь я удовлетворила ваш любопыт ответил на вопросы пока пока мои хорошие сварилась тыква я и варила скороварки принципе недолго варила минут 40 на не больше она варилась хорошая сладкая тыковка сегодня что буду готовить детям сегодня буду готовить эти дома перцы начиненные мясом мясо и рис но я буду готовить не так как готовит турции в основном здесь бывает в начинке больше риса меньше мяса я деткам сделаю больше мяса меньше риса зулечка приготовила нам кофе сейчас по кружечке кофе надеюсь я у меня пропадет это сонное состояние но пока вот так вот сынок с мужем гуляют дочь этот разбирается с микки маусом ты заметил что теперь микки маус любимая игрушка нет а мягких же много она именно микки мауса выбирает вот такая погода вроде будет дождь ну не знаю вот облака такие непонятно купишь зонтик как раз как раз доме нормального зонта не осталось вот мы собираемся в торговый центр хотя бы сегодня надо добраться на торговаться всем привет мои хорошие хотела показать свой look дня сегодняшний раньше я часто показывал потом перестала и писали чтобы подимочка показываете в чем вы выходите ну вот свой сейчас есть у меня возможность такая показать серые джинсики розовый свитерок с алиэкспресс он длиннючий длинный длинный я его просто вот спереди заправила мода у нас вот и светло-розовый кроссы на мне вот такой вот у меня лук и с собой беру на всякий случай бежевый кардиган если вдруг станет холодно хотя я не думаю что мне будет холодно потому что мы будем в торговом центре сына муж отвел к тете сейчас придет так вот такая вот парковка на вот такой в парковке мы припарковались и идем теперь идем народу в принципе немного чуть больше наверное наверное чем обычный день я не вижу что прям так было очень-очень много людей мы не на том этаже вышли из лифта на 2 на верхней потому что детский магазин и на верхнем у ничего а здесь есть магазин мак а я хочу одну помаду узули есть такого красивого цвета помада вот я и я хочу такую же себе у меня во всем этом не разбираюсь в оттенках зелечка без улички не куплю интересно скидки уже закончились или нет наверное еще действует потому что было по телевизору или где я смотрю нет не по телевизор телевизор то я не смотрю на youtube между в рекламе и когда я ролики какие-то смотрела там была реклама чтобы де-факто одном из магазинов а сегодня еще действует скидка значит наверное скорее всего в других магазинах тоже действует по старше дети играют так надо подняться надо подняться я пока закрываю как видите ничего такого прям интересного интересного не происходит темы из пола здесь хорошие скидки кстати я выбрала себе два свитерочка один берешь один бесплатно получается 50 процентов скидки увидите конечно покупка долго выбирала между моделями какие взять но выбрала выбор был между этим серым вот этим белым вот этим но этот мне маловат как то что я не поняла эту модель и еще какой-то был но в итоге я выбрала хорошие две кофточки таких ам нейтральных тона на детей есть хорошая качественная одежда но на детей постарше я не могу какое все красивое розовое ну как не купить ну вот как не купить часто нибудь докуплю обязательно итак по поводу скидок скидки есть везде вот там и заходили где вам покупки делали скидки были в одном детском магазине сделали 50 процентов скидку в ее школа тоже получается 50 процентов потому что платить за одну беретве потом в другом детском магазине были скидки на цена хуже хорошие такие короче скидки все еще действуют у нас хотя уже не черная пятница сегодня уже суббота вот папу оставили расплачиваться за хорошо кидается своей игрушкой сейчас зайдем еще один детский магазин так как то джокер то есть там я покупала ими игрушки посмотрим сейчас может что-то новое появилось посмотрите как красиво у нас я хочу еще елочку детям купить надеялась здесь найти но пока пока мне не попалась на пути ни одна елочка папа нас ищет папа нас ищет я вижу папу сейчас он нас увидит я надеюсь нет не видит и не видит он пошел детский магазин посмотрел и все мой не видит надо позвонить неплохие скидки марк спенсере 30 процентов я не выдержала села красивую курточку не знаю кому из детей она больше подойдет но скорее всего до нее дорастет первый осланчик размера не было нашего который сейчас можно носить я взяла на следующую зиму просто не могла не взять цвету такой красивый коралловый курточка такая легкая теплая легкая сама по себе у нас можем есть такие куртки подобные темно-симнего цвета мы их брали вью с полом а здесь нашла от того же качества шикарного цвета с капюшончиком с ушками очень красиво знаете мама прощение не может сдержаться если что-то понравилось обязательно мама должна своему ребенку это купить я кучу всего 10 накупила хотя собиралась купить только лишь комбинезончик для сна и горшок думала вот она наша курточка идем вот такого цвета красиво как можно было ее не купить следующем году на увидите посмотрим хотя она маломерка может быть она и в этом году осланчик подойдет цена у нее было три столе купили мы ее соответственно за бездействие я считаю хорошая